Чистота в городе глазами школьников. Мусорить стыдно, держи Саратов в порядке. Несколько месяцев дети создавали фото и видеоработы на эти темы. Лучшие были оценены городской администрацией. Итоги конкурса в репортаже Татьяна Кудасовой. Главные борцы за чистоту в Саратове коллектив детского сада номер 65 и творческая лаборатория детского лидерства Синегория. Именно они лучше всего показали и рассказали о том, что мусорить в родном городе стыдно. Сегодня главный герой нашей программы грязнули обыкновенные. Сейчас вы можете увидеть среду обитания наших тумазиков. Ролик «Победитель» называется просто. В мире людей школьники сами сняли и смонтировали его всего за две недели. Герои этого короткометражного фильма путешествуют от открытого рынка до третьей дачной в поисках злостых нарушителей чистоты. Хотели воспитать чувство, хоть капельку чувства патриотизма в других людях. Если они посмотрели на наше видео и немножко задумались о том, что мусорить стыдно действительно, то наша работа была действительно проделана не зря. А коллектив детского сада номер 65 стал лучшим среди фоторабот. На суть жюри они прислали 30 фотографий. На них самые красивые места Саратова, скверы, дворы и, конечно, их дошкольные учреждения. «Что мы хотели показать этим? Что любовь к своей родине начинается с своего дома, со своей семьи. Такие конкурсы просто необходимы. Поэтому огромное спасибо администрации города». Конкурсы «Мусорить стыдно и держи Саратов в чистоте» стартовали в августе. Саратовцы инициативу городской власти поддержали с удовольствием. Главная цель, которую преследовала администрация – научить людей бережнее относиться к своему городу, улице, подъезду. Спонсоры тоже с радостью откликнулись на приглашение поучаствовать в конкурсе. «Этот конкурс, он особенный, потому как он связан с нашим городом, с нашим Саратом, который мы все очень любим и стремимся к тому, чтобы он был чистым». Все работы, которые прислали участники, можно посмотреть на официальном сайте администрации. Татьяна Кудасова, Юрий Шатохин, Ярослав Квитком, Вести, Саратов.